здравствуйте дорогие друзья с вами снова елена наша занимательная астрология я для вас приготовила серию небольших видео и надеюсь они будут вам интересно первое видео называется какой вы рулевой казалось бы мы будем говорить о том как вы водите автомобиль на самом деле я расскажу ваш ваша жизненная кредо с которым вы же идете по жизни то есть немножечко через эту тему заглянем ваш характер так что это будет вам интересно для того чтобы сделать этот гороскоп для вас индивидуальным воспользуемся нумерологии для того чтобы понять какому какой цифре вы относитесь вы должны проделать маленькую процедуру вам надо просто вспомнить число вашего рождения если вы родились до 10 числа то у вас число однозначно и никаких вы собственно говоря процедур делать не будете но те кто родился с 10 числа будут складывать числа своего свои даты рождения для того чтобы стало понятно привожу пример если вы родились 10 то 10 плюс 0 это единица плюс 0 равняется единица кто родился одиннадцатого числа складывает 1 плюс 1 получает 2 я родилась 23 числа я складывать 2 плюс 3 получаю 5 и так сейчас на этом этапе вы должны сложить числа своего дня рождения как только у вас организуется конечное число я вам скажу кто вы как водитель и соответственно какой у вас характер и так при ваших подсчетах у вас получилась единица могу сказать что вы шумахер и не столько за рулем что тоже кстати и имеет место быть сколько по жизни вы человек энергичный нетерпеливый зацикленный на победу если победа уходит из-под вашего носа вы всячески раздражаетесь пытаетесь доказать всем и каждому что именно были на эту победу можете претендовать в полной мере так что вы достаточно агрессивно будете отставить свое право на первое место ваш телес по жизни быть первым всегда везде и во всем а если так не получается то вы можете даже физически заболеть захандрить уйти в себя потому что некотором смысле несовпадение ваших желаний ваших возможностей может вас довести до больничной койки но этого я вам конечно как бы прошу не допускать дорогие мои друзья потому что во всем и всегда побеждать практически невозможно вы вообще человек зацикленный на собственной персоне скажем так своими достижениями вы любите наслаждаться в одиночку и совершенно не не переносите давление на свою персону это может касаться любой сферы вашей жизни вы в семье терпеть не можете когда вам делать замечания вы на работе если на вас слишком агрессивно кто-то смотрит и тем более делаете замечаний тоже выходите из себя и можете выйти настолько что бросите эту работу потому что у вас не сложились отношения с начальством вам недостаточно уделяют внимание вами помыкают и так далее таковая роль для вас невозможно легко ли вам живется на белом свете я думаю не очень вам нужно проанализировать ваши взгляды на жизнь вы не пуп земли и вся жизнь вокруг вас вращаться не может так что работайте дорогие мои шумахеры если у вас получилось двойка вас даже можно назвать не водителем а пассажиром вот так и называется это сказать двойка пассажир какой у вас характер вы никогда не лезете на рожон вы всегда притормаживайте если рядом с вами хам или навязчивый водитель такси который куда-то торопиться вы лучше его пропустите и ваш лозунг ступи дорогу туракам что же это тоже собственно говоря хорошие идеи и правильный взгляд на вещи вы никуда не торопитесь поэтому везде успеваете а если рассмотрите ваши рабочие качества то вы человек с невероятными возможностями но дело в том что из-за того что вы никого не подсиживаете никого не расталкиваете локтями вы всегда опаздываете к раздаче слонов более бойкие более агрессивные настойчивые успевает урвать самый жирный кусок а вы в надежде на то что вас все равно оценят по достоинству если непременно наградят просто не успеваете к кормушке из-за этого часто бываете проигрыши финансовым но и от этого конечно же весьма страдаете вашим близким следовало бы знать что у вас такой вот характер и что вы мучаетесь душе вам нужна поддержка со стороны вас нужно постоянно ободрять вас есть за что ободрять просто вы не пробивной человек понимание некоторых вы никого не будете грызть для того чтобы выгрызть для себя кусочек счастья но в этом и ваше достоинство в том числе и в семье жить с вами достаточно комфортно потому что вы с удовольствием отдадите братское правление человеку который к этому стремится и вас это ничуть не унизит если эти руки сильнее если они готовы подхватить то что для вас тягость почему и нет поэтому вы всегда готовы к компромиссу и никогда не будет таскать друг друга за волосы за пальму первые детства легко ли вам живется на белом свете с одной стороны и да а с другой и не очень вот это ваша так сказать отстраненность и не умение пробиваться даром конечно же вас притормаживает ну что зато вы прекрасный добрый человек внутри а это тоже великий плюс поэтому быть пассажиром не такая уж и большая беда если у вас получилась тройка вы дальнобойщик что можно о вас сказать дорогие мои друзья вы можете путешествовать без всяких проблем на дальние расстояния вы идете по жизни как волк одиночка нигде долго не задерживайтесь и никому надолго не привязывайтесь как говорится в каждом городе по жене в каждом в каждой семье по 6 детей и при этом вы никому не принадлежите в полной мере вы играли сюда мозга костей я не хотела вас победить но цифра сама за себя говорит при всем том что я про вас рассказала у вас есть невероятная харизма и вы умеете располагать в себе собеседника мало того что собеседник через минуту почувствует вас родственную душу он еще расскажет вам самые сокровенные вещи которые никогда никому не рассказывал а вам как говорится вывалил все на поверхность вы умеете развязывать языки то бишь люди сами того не желая рассказывать то что должно быть сокрытой тайной так что в некоторой степени что касается взаимоотношений с людьми это все по высшему разряду люди доверчиво к вам льнут в надежде на то что вы их поддержите и прочее а вы просто скучаете от того развязываете людям языки вылуживаете информацию обо всем забываете никому не помогаете живете так легко и непринужденно вас интересует человечество как объект изучения но поддерживать и любить это человечество вы ведь не обещали поскольку вы человек достаточно замкнутый в смысле собственной информации о себе вы редко что-либо о себе рассказываете чаще всего это односложные ответы так что залез вам душу выудить у вас какую-то информацию категорически невозможно почему вы такой человек по натуре а потому что вы категорически не приспособлены к стабильности и рутине как только вы попадаете в такие в такое положение вы начинаете невероятно скучать и вам тут же хочется покинуть это место поэтому вы готовы схитаться по этому свету нигде не нагревать место нигде не пустить корней потому что это вам скучно я конечно прошлась по вашему характеру высветлю самые так сказать неприятные черты если вы их себе заметили вам дорогие мои дальнобойщики надо срочно с этим делать это хорошо по молодости когда вся жизнь впереди но ведь за молодостью приходит зрелость и за ним старость одинокая старость это великое наказание дальнобойщиков чего конечно вы допускать не должны менять из немножечко в этом смысле дорогие мои друзья стабильности тоже есть замечательные черты которые вам быть может и приглянуться и чем старше вы будете становиться тем больше вас требована стабильность вами будет так что не спешите пожалуйста смотреть на эту жизнь как для полигон для вашего индивидуального пользования постарайтесь пожалуйста вовремя жениться вовремя определиться обзавестись семью и детьми для того чтобы избежать одинокой старости если у вас почти так получилось четверка что же вам некотором смысле повезло вы человек правильный правильный водитель вообще правильный по жизни человек о чем идет речь вам не страшно за рулем гаи потому что вы никогда ничего не нарушаете вы не ответвляетесь от заранее намеченного маршрута вы любой ценой будете выполнять все точки и запятые действовать только по правилам и по инструкциям с одной стороны вы скучновато до невозможности но с другой казусы судьбы вас не касаться потому что вы предусмотрительны до такой степени что просто не допускайте их возможности своей жизни итак ваша смотрительность это ваша кредо и ваше спасение во многих вопросах и и вы никогда не полите горячку никогда ничего не делаете с кондачка и не боитесь проблем особенно в том тех вопросах когда знаете что вас дома ждет семья и ее надо каким-то образом обеспечить у вас все время вы думаете о том чтобы чего добыть для этой семьи по большому счету у вас житейские правила житейские законы и вы себя не жалейте самое главное чтобы вас дома ждали любили и ценили и точно такое же отношение чтобы к вам было и на работе тогда вы землю перевернете и многое сделаете для людей вы человек спокойный солидный все время думающий умеющий планировать ту жизнь от этого в общем то может вы и несколько скучноватый на взгляд окружающих но пусть они не роются в сорок зато вы необыкновенно надежная в этом ваш плюс вот минусы пусть на них никто не обращает внимание если у вас предложение получилось пятерка что ж поздравляю вы лихач по жизни вы отстаиваете свою личную свободу выбора и право на ошибку то есть если вы совершили тоже казнить никого нельзя кроме самого себя но вы не приемлете мнение со стороны и делаете то что считаете нужным а если перефразировать и переложить все это дело на лихача водителя то вы прекрасно их видели на дороге и знаете что они себе много могут позволить ограничение скорости не для них красный сигнал светофора они игнорируют а вот за ними все время погоня из горячников и так далее там потом люди живут по собственному сценарию как считают нужным и как говорится плевали мы на ваши ограничения скучная жизнь не для лихачей они все время находятся в поиске смысла жизни приключений вот очень любят смену декораций жить постно и не интересно это просто не для них это они считают что они зазря в прошлый день поэтому в данном случае редко проходит жизнь этих людей спокойно его они всегда наживаются на приключениях которых мечтали но как правило на пятую точку потому что если ты постоянно нарушаешь общие принятые правила ты невольно всегда и получаешь соответствующие резюме от жизни то есть жизнь достаточно неспокойная и если мы вернемся к нашим водителям то постоянно выписаны штрафы ну а если перевести это на жизнь то неприятности создаются как грибы во время дождя причем это деяние собственных рук что касается риска то лихачи очень запросто идут на риск набивают достаточно количество шишек но быстро восстанавливается и о плохом быстро забывают так что это люди достаточно оптимистические но опять же дорогие мои друзья прошла спасал так сказать колоритным и отрицательным чертам свой характер и свой стиль жизни можно менять и это не данность это так сказать образ жизни от природы но природу иногда надо вносить коррективы если вам что-то не нравится или вы задумаетесь почему вашей жизни не столько недоразумений это скорее всего потому что вы вот такой человек как я вас описал если у вас при подсчетах получилось шестерка я вас поздравляю вы человек очень интересный и типаж ваша называется семейный вам нужно постоянно кого-то опекать вы в ответе за тех кого приручили вокруг вас должно быть много людей вообще одиночество вас томит по определению поэтому чем больше родственников детишек друзей знакомых вокруг вас я был строитель праздников каких-то вечеринок и так далее тем лучше вам живется тем востребовании вы себя чувствуете поэтому одиночество это самый главный бич который может случиться в вашей жизни вы всячески его избегайте чем больше вокруг вас дружественных лиц а также людей о которых нужно заботиться опекать и так далее тем счастливы вы становитесь если разобраться какого водителя если вас посадить за руль что вы водитель исключительно осторожный внимательный вы ведь знаете что надо сохранить и собственную жизнь а также же с тех кого вы везете поэтому вы никогда не нарушаете правила никогда не лезете на рожон всегда едите спокойно с крейсерской скоростью ну что ж честь вам и хвала вы человек очень позитивный и положительный если у вас при сложении получилась семерка то ваш типаж называется одиночка если начать с того каким бы вы были водителем и что вы предпочитаете то вы не любите шума суеты большого скопления людей все это вас утомляет исключительно вы не любите перегруженные трассы где стоят постоянно автомобили вот здорово вы себя чувствуете безлюдных местах проселочных дорогах где ничто не нарушает ваше состояние созерцательности ваш покой никто не жужжит и не нарушает ваше внутреннее пространство а если вернуться к вашей обыденной жизни то вы здесь тоже ведете себя точно так же как за рулем вас утомляет скопление людей вам не нужна эта пустая болтовня которые вас загружают постоянно вам хорошо с самим собой вы лучше послушайте пение соловья вот и болтливые люди вас просто раздражает поэтому вы стараетесь сохранять свое личное пространство любой ценой вас считать достаточно жадным человеком поскольку от вас не до не допросишься в случае чего не бутерброд до неприятного разговора ну что ж вы индивидуалист по жизни вы считаете что все свое ношу с собой а обогревать кого-то я не намеренный я не подряжался и собственно говоря пусть не рассчитывают так что в этом смысле одиночка прямом смысле этого слова если у вас есть аргументы против но если прошу пишите в свои комментарии с удовольствием вступим в дебаты по этому вопросу потому что комментарии здесь последней инстанции мать свою информацию я сказала а если вы что-то имеете к этому дополнить пишите пожалуйста в комментариях если у вас предложение получилось восьмерка что ж поздравляю вы прагматик максималист вы абсолютно уверены в себе в своих возможностях вы не терпите никаких замечаний или там недоверия по поводу своих возможностей своих взглядов на вещи и прочее потому что настолько верите что вы непогрешимы вы почти что бог и требуете чтобы это признали окружающие вы полны амбиции у вас очень амбициозные планы вы никогда не довольствуетесь тем что имеете потому что считаете что цели и у вас настолько высоки что вы еще не достигли совершенства и вам все время чего-то в этой жизни нужно остановиться вы просто не в состоянии преодолев одно препятствие достигнув чего-то в жизни вы начинаете тут же стремиться выше поэтому вы как паровоз все время несетесь вперед и ищете очередные цели где можно себя прославить и где можно утвердиться где можно показать всему миру что вы чего-то стоите ну поскольку у вас очень грандиозный план в этой жизни вы понимаете что возможно впереди у вас конкуренты и тут вы не церемонитесь вы можете что называть подрезать срезать ликвидировать своего оппонента который вам мешает продвигаться по карьерной или прочей лестнице куда вы там стремитесь то есть вы с конкурентами не церемонитесь потому что цель у вас оправдывает средства я не считаю что это самое лучшее качество быть может вы из моего совета не приемлете поскольку типаж у вас такой вы сами знаете я сам все сам но поверьте мне это не самые лучшие качества которыми можно гордиться если у вас предложение получилась девятка то ваш паша называется идеалист этот человек не живет мелкими за житейскими идеями и его все что собственно говоря а привязано чисто только к быту мелко и неинтересно не интересует а вот задачи всечеловеческого масштаба это как раз для этого типажа он думает о высоком а счастье для всех он великодушен добр честен предан эти качества конечно мы здесь поставим в плюс но амбиции настолько грандиозны что понимаете о мирском а простом думать его категорически и скучно и некогда он об этом не заботится миромовые масштабы его замыслов выражается в том что этот человек необыкновенно пафосный с высокой планкой о собственной персоне но мы не будем говорить что это мани величие чтобы не оскорблять этот типаж но что-то рядом точно имеет место быть любые мечты и планы этого человека всегда с приставкой очень очень великая любовь очень великие открытия очень великие путешествия вот только такими категориями мыслят эти люди они просто там что-нибудь говорится и если они что-то делают делают с размахом трудятся с размахом то есть до последнего и так сказать капли терпения из собственных сил но и отдыхается размаха потому что в конце концов у них нету середины у них либо плюс либо минус ну такие это люди но что ж дорогие мои друзья вот так мы пробежались по разным типажам немножко поговорили как будто о водителях а на самом деле заглянули в ваш характер ваше житейское кредо надеюсь что вам это было полезно